Продолжение следует... И я как бы сейчас просто в своей проповеди подведу итог тому, о чем сегодня мы пели, тому, о чем мы сегодня молились. Хочу напомнить вам эпизод, когда апостолу Павлу открылось, что Иисус есть Сын Бога Живого. Простите, апостолу Петру. И в этот момент Господь поведал ученикам Своим о предстоящем крестном пути, о тех страданиях, которые предстояло пройти Господу, и о том, что Его ждет воскресение. Это Матфей 16, 21. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать. От старейшин и передосвященников, и книжников, и быть убитым, и в третий день воскреснуть. И когда ученики услышали о предстоящих страданиях и смерти своего любимого Учителя, Петр, как сказано в Слове, начал прикословить. Это стих 22. И отозвав Его, Петр начал прикословить Ему. Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с Тобой. Заслуживает внимания тот факт, что на свидетельство Петра о том, что Иисус есть Сын Бога Живого, Господь сказал Ему, это стих 17. Блажен Ты, Симон, Сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли Тебе это. Но Отец Мой, Всущий на небесах, и буквально через несколько минут спустя, Иисус, обратившись к Петру, сказал, «Отойди от Меня, Сатана, ты Мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое?» Это стих 23. То, что произошло с Петром, в первом и во втором случаях, это все абсолютно было допущено Господу. В первую очередь для того, чтобы показать нам, что наше истинное блаженство заключается в общении с Господом. А все действия, исходящие от желания нашей души и нашей плоти, они являются противлением воли Божьей. То есть они исходят от противника, от Сатаны. Но почему это было допущено именно Петру? Кроме Петра было еще много учеников рядом с Иисусом Христом. И все слышали, что Иисус сказал ему о предстоящих страданиях Иисуса и Его смерти. И мы знаем, что другие ученики не меньше Петра любили Иисуса Христа. И мы знаем, что наши ученики любят Иисуса так же. Мы знаем, как Иоанн любил Господа и был любимым учеником Иисуса Христа. Но Господь хотел показать на одном человеке, что как может он быть переменчив, в присутствии Духа Святого и вне Духа Святого. Также Господь хотел достичь кульминационного, очень острого момента. чтобы ученики услышали призыв, который следовал далее. Я хочу вас немножко ввести в эту ситуацию, то есть давайте мысленно представим, как это все происходило. Иисус говорит Петру, не плоть и кровь, но Отец Мой открыл тебе это, и ты блажен, Петр. Он называет Его блаженным. А потом далее Он говорит, что ты, Петр, и на всем камне Я создам Свою Церковь, и врата ада не одолеют Ее. И далее Иисус говорит, что что свяжешь на земле, это будет связано на небесах. И что развяжешь на земле, будет развязано на небесах. Это все происходило в присутствии учеников Иисуса. Об этом все слышали. Представьте состояние Петра в этот момент. Представьте себя на минутке на его месте, когда Господь говорит вам такое, что вы блаженны, и что Он совершит через вас. И буквально через несколько минут Он говорит, отойди от Меня, Сатана. Все очень, конечно, насторожились. И в этот самый кульминационный, самый острый момент прозвучал призыв Иисуса Христа. Самый важный призыв. Это стихи с 24 по 27. Тогда Иисус сказал ученикам Своим, Если кто хочет идти за Мною, отвергись себя и возьми крест свой и следуй за Мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет Ему. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. В христианском мире очень много любителей Царства Небесного. Но мало тех, кто берет свой крест и следует за Христом. Много тех, кто ищет только лишь утешение для себя. Но мало тех, кто желает пострадать за Христа. То есть все хотят со Христом радоваться. Но немногие хотят потерпеть что-либо за Него. Многие любят Иисуса до тех пор, пока не встречаются с большими проблемами в своей повседневной жизни. Многие восхваляют и благословляют Его, покуда получают от Него что-либо в Своё утешение. Но как только Иисус отходит от человека, хоть и на малое время, то некоторые начинают роптать, а некоторые впадают в отчаяние. Но кто любит Господа ради Него самого, а не ради либо какого собственного утешения, те любят Его и в смущении, любят Его и в печали, точно так же, как и в утешении. Для многих может показаться жестоким призыв Иисуса Христа. «Отвергнись с себя и возьми крест Свой и следуй за Мною». Но намного ужаснее будет услышать таким Его последнее Слово. Это Евангелие от Матфея 25, 41. «Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготовленный к дьяволу и ангелом Его». Господь наш есть наш путь, истина и жизнь. И Он не на словах, а на личном примере показал нам путь в Царство Небесное. И Он показал, что в это Царство можно войти только благодаря Кресту. И поэтому нам с Вами не стоит бояться брать Крест, в котором для нас с Вами спасение, в Нем жизнь, защита от врага, укрепление Духа нашего, совершение нас в святости. Иисус сказал, что без Креста нет спасения для души человека. Напомню Вам этот стих. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее». Лишь только взял Крест Свой и следуя за Иисусом, возможно войти в жизнь вечную. Господь пошел пред нами, неся Свой Крест, и на Кресте за нас умер, для того, чтобы и мы понесли каждый Свой Крест, и захотели умереть на этом Кресте. И если же с Ним на Кресте умрем, то с Ним и воскреснем для жизни вечной. Весь путь следования за Христом состоит в Кресте и заключается в смерти. И нет иного пути в жизни к жизни вечной, кроме пути Крестного. И на этом пути происходит ежедневное умиршление души с ее страстями и с ее похотями. И нет пути более возвышенного. И нет пути более безопасного, чем путь Святого Креста. Что же является Крестом для человека? Самое интересное, что в большей степени человек и есть сам Крест для себя. Потому что он часто бывает сам себе в тягости. Страдание по плоти или душевное смущение. Все это также проявление Креста. Бывает так, что Господь на время оставляет человека. А иногда ближний твой смущает тебя. И при всем том у тебя не будет ни возможности освободиться. Ни утешение для облегчения себя. Именно в такой момент у Иисуса вырвался крик из груди. Когда Он был на Кресте. Это Матфей 27, 46. А около 9-го часа возопил Иисус громким голосом. Или, или, ляма савахвани. То есть, Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил? Это, что Мой Бог, Мой Бог, почему Ты меня сошел? В такие моменты нашего испытания нам необходимо терпеть столько, сколько угодно нашему Господу. Потому что Он хочет, чтобы мы научились терпеть скорбь без утешения. как и Он претерпел за нас на Кресте. И при этом мы должны абсолютно быть покоренными Ему. Через скорбь Бог достигает в человеке смирения. И только тот может сердцем почувствовать страдание Иисуса Христа. Кому-то ведется пострадать подобно Ему. Для каждого приготовлен свой крест. И этот крест повсюду ожидает человека. Как бы человек не пытался убежать от креста, избежать он его не может. Потому что куда бы человек не пошел. Он всегда себя самого понесет с собой. И всегда найдет самого себя. Другими словами от себя не убежишь. Поэтому Господь хочет, чтобы каждый добровольно взял свой крест. То есть каждый смирился с тем, что ему готово на Бога. и терпеливо нес его. Чтобы впоследствии получить венец жизни вечной. Ибо сказано Матфея 24,13 претерпевший же до конца спасется. Следовать за Христом, неся свой крест, это значит во всем подражать Христу. И всегда держать в памяти и размышлять о том, что перенес Господь, когда Он первым прокладывал для нас путь в Царство Небесное. Для ободрения Церкви на пути следования за Христом, Апостол Павел увещевает евреев в своем послании к ним. Это Евреям 12,3 Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание поругание от грешников, чтобы Вам не изнемочь и не ослабеть душами Вашими. Более того, когда человек несет свой крест смиренно и с любовью, то впоследствии уже сам крест несет человека и приводит его туда, где будет конец всякому страданию. Если же человек неохотно несет свой крест, если человек неохотно несет то он более обогащает и обременяет себя, но при этом ему придется все же терпеть. Не об этом ли говорит Иисус в Евангелии от Матфея 11,28,30 Придите ко мне все труждающиеся и обремененные и я успокою вас возьмите иго мою на себя и научитесь от меня ибо я кроток и смирен сердцем и найдете покой душам вашим ибо иго мое благо и бремя мое легко. Если же человек вовсе отвергает предложенный ему крест то на его пути непременно встретится другой крест и как правило более тяжелый. По природе человеку не свойственно носить крест любить крест укращать и порабощать свое тело избегать всяких почестей охотно переносить обиды презирать себя самого и желать быть презрением терпеть всякое бедствие с разорением и не желать никакого благополучия в этом мире когда посмотришь сам на себя то ничего подобного ты себе не можешь совершить но если уповаешь на Господа то Он пошлет тебе с небес крепость и тогда и мир и плоть покорятся твоей власть и самого врага дьявола не убоишься если будешь вооружен верой и ознаменован крестом Иисуса Дорогие братья и сестры да благословит нас Господь на этом трудном но удивительном пути единственном пути который нам сегодня предоставляется самим Господом и мы с вами воистину блаженны что Господь обращается к нам и давайте пребывать будем в духе постоянной чтобы не совершать в нашей жизни дела мирские дела плотские чтобы не поступать в противление нашему Богу да будьте благословенны и да укрепит нас Господь слава им Аминь